МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предотвратить образование ям на ранних этапах. В Гродно заделывают трещины на асфальте. Здание в историческом центре города приводит в порядок. Фестиваль национальных культур не за горами. Торжественный марш победы в исполнении военного оркестра. Легендарная Катюша и сирень с трогательными стихами о великом подвиге от пионеров. Героям Великой Отечественной войны устраивают сюрпризы под окнами их домов. Проект именем героя стартовал в преддверии Дня Победы. 12 баннеров с информацией о победителях разместили в Гродно. Предотвратить образование ям на ранних этапах. В Гродно заделывают трещины на асфальте. Технологический процесс включает в себя три этапа. Очистка покрытия от крупного мусора, песка и пыли щеткой. Продувка трещин воздухом. А также заливка битумной эмульсии. Особое внимание уделяют большим трещинам. Их заделывают в два этапа. Это позволит избежать разрушения асфальта в будущем. В настоящее время Купремстрой Тодор выполняет работы по герметизации трещин, что входит в состав текущего ремонта. Герметизация трещин является немаловажным пунктом выполнения текущего ремонта, потому что позволяет предотвратить дальнейшее разрушение асфальтобетонного покрытия. Сейчас трещины заделывают по улице Весенней. Далее планируют продолжить герметизацию на улицах Болдина и Домбровского. Чтобы всем было комфортно, а глазу приятно, более сотни зданий в историческом центре Гродно приведут в порядок к 14-му республиканскому фестивалю национальных культур. Масштабное событие пройдет с 7 по 9 июня. Отремонтировать нужно фасады 112 домов, расположенных по улицам Кирова, Василька, Карла Маркса, Социалистической, Советской, Карбышева, Большой Троицкой и Замковой, сообщили в Ужреп Ленинского района. Именно там будут сосредоточены основные локации для проведения праздника. Особое внимание будет уделяться первым этажам и ремонту цоколей, наиболее подверженных воздействию окружающей среды. Особенно такому воздействию подвержены здания в центральной части города – это улица Кирова и Карла Маркса, так как они стоят практически вплотную с проезжей частью. Отметим, что это строение входит в категорию историко-культурной ценности. Ремонт фасадов начался в марте и завершится в конце мая. Если повреждены водосточные трубы, мастера также уделят этому внимание. Кроме прочего, для сохранности системы планируют установить антивандальные решетки. После модернизации лабораторий и служебных помещений открыли административное здание Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Это экспертный комплекс, объединивший под одной крышей все экспертные подразделения Гродненского управления. Проект разработан с учетом современных требований, предъявляемых специализированным лабораториям, а также используемому экспертному оборудованию. Он спроектирован по принципу автономности лабораторий и помещений, связанных единым технологическим процессом. Это обеспечивает достаточную изоляцию разных подразделений при сохранении удобных функциональных связей, а также безопасные условия труда для каждой категории специалистов. Например, судебные эксперты-баллисты получили в свое распоряжение комнату отстрела оружия с системой видеонаблюдения и устройством для производства дистанционного отстрела. В здании проведены капитальный ремонт, реконструкция систем электроснабжения, инженерных сетей и коммуникаций. Сегодня управление обеспечено всем необходимым для качественного выполнения сотрудниками и работниками своих профессиональных обязанностей. Функциональные лаборатории и комфортные рабочие кабинеты оборудованы с учетом предъявляемых технологий. На модернизацию ушло немало сил. Торжественный марш победы в исполнении военного оркестра «Легендарная Катюша» и «Сирени» с трогательными стихами о великом подвиге от пионеров. Герои Великой Отечественной войны устроили сюрприз под окнами его дома. Предпраздничная неделя накануне 9 мая продолжается. По уже сложившейся традиции в Гродно принято поздравлять и честовать ветеранов и участников войны трогательным мини-концертом. Ветерану Великой Отечественной войны полковнику в отставке Владимиру Федоровичу Колесникову 97 лет. Он отправился на фронт, когда ему было 16 лет в составе запасного батальона. Первый бой принял под Харьковом, а победу встретил недалеко от Берлина, во Франкфурте на Орде. После окончания войны Владимир Федорович продолжил служить Родине в инженерных войсках и является ветераном 557-й инженерной бригады западного оперативного командования. Половину жизни он провел в рядах советской армии, а потому военная закалка и выправка сохранились по сей день. Это очень приятно, когда не забывают, поздравляют, особенно ветераны Великой Отечественной войны. Ну и я хочу пожелать всему нашему народу, чтобы жили в мирном небе, солнечном и так далее. Чтобы не было никогда такой войны, которая была, когда наш народ очень пострадал. 11 миллионов погибли солдаты, офицеров, а всего 27 миллионов. Чтобы этого не было, нам надо всем заботиться о мире. Сразу после торжества с оркестром, песнями и самыми теплыми поздравлениями во дворе своего дома на проспекте космонавтов Владимир Федорович собственноручно посадил дерево в память о 80-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, что кроме финансовой поддержки, вот эти знаки внимания, это очень ценно для наших ветеранов. И наша задача, мы память о подвиге белорусского народа, наше поколение, впитали с молоком матери. Это не привлечение. И наша задача сейчас сделать, передать эту память следующим поколениям, нашим детям, внукам, правнукам. Чтобы вечный огонь памяти о подвиге белорусского народа никогда не погас. Зинаиду Тимофеевну Судакову ветерана Великой Отечественной войны поздравили в преддверии Дня Победы. В Гродно она осталась единственной, кто освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. Теплые слова благодарности, подарки и уже такой родной негласный гимн Победы от оркестра и вокалистов. К Зинаиде Тимофеевне гости заглядывают часто, но и повод в этот раз особый. Приближается 9 мая. С трепетом в душе и воспоминаниями о героях, которые пали на боях сражений, она поет День Победы. За четыре года Великой Отечественной Зинаида Тимофеевна прошла всю Беларусь, принимала участие в освобождении Гродно от немецко-фашистских захватчиков. В составе армии 2-го Белорусского фронта дошла до Берлина, а после войны переехала жить в Гродно. А меня не принимали, потому что я молодая. Я была 17,5 лет. Куда такая соплячка? А я разобрала и собрала винтовочку. Все рассказала. Пошли на стрельбище, выстрелила хорошо. Они сказали, вот такие нам нужны. Вот в 17,5 лет я попала. На оборону Москвы освобождали Тулу, Смоленск, Гомель, Добруйск, Борадович, Минск. Круглый год мы с ветеранами общаемся. Проходит огромное количество мероприятий, посвященных памяти Великой Победы. Мы всегда благодарим ветеранам. Приглашаем их в гости, встречаемся на различных мероприятиях, на концертных программах. Конечно же, не каждый уже ветеран сегодня из-за возраста может присутствовать. И наша задача, чтобы мы в любой момент их жизни были рядом, это сегодня и происходит. Проект именем героя стартовал в преддверии Дня Победы. В Гродно уже разместили 12 баннеров с информацией о людях, в честь которых названы городские улицы. Сегодня на них равняются. Ведь благодаря их отваге, смелости и героизму, 80 лет назад Беларусь освободилась от немецко-фашистских захватчиков. Увидеть билборды можно на улицах Антонова, Белуша, Болдина, Брикеля, Данилова, Даватора, Захарова, Карбышева, Лебедева, Соколовского, Соломовой и Чайкиной. Акция проходит по всей стране и главная ее цель – увековечить подвиг героев-освободителей. Необходимость в том, чтобы наше подрастающее поколение и нынешнее поколение напомнить, что именно эти люди освобождали нашу республику Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и напомнить всем о том, что это великий подвиг, который они совершили, невозможно забыть. В дальнейшем еще планируем в частной застройке зайти, потому что именно там еще у нас тоже есть улицы, которые названы именем Героя Советского Союза. Героев-освободителей. Героев-освободителей. Делегация от Гродненской области отправилась в Минск на празднование Дня Победы. Цель поездки – вспомнить знаковые события в истории Беларуси и отдать дань героям в столице родной страны. В этом году мы отмечаем 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но путь к победе был тяжелым и для миллионов людей стал точкой невозврата. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. И то, какой ценой досталась победа, забывать нельзя. Мой дед тоже так же воевал. Он 16 лет взял, скажем, оружие в руки и был участником партизанского движения. У него, кстати, даже день рождения было 8 мая. У нас всегда был в семье двойной праздник. К сожалению, он уже несколько лет не с нами. И этот, скажем, праздник для меня, для моей семьи – это очень такое личное событие. И появилась возможность посетить такое мероприятие. Конечно же, я не оказался. В составе делегации работники различных предприятий, учреждений и организаций, представители Совета ветеранов. Всего около 200 человек – жители Гродинского региона. Посетят торжественное мероприятие во Дворце Республики. Я в ожидании какого-то радостного события, потому что все-таки День Победы – это, ну, конечно, трагические воспоминания складываются. Но все-таки мы сегодня умеем сравнивать и ценить то, что было ранее. И какое счастье сегодня проживать под мирным небом в любимой стране, где свободно можно гулять по площади с детьми, радоваться жизни. Это дорогого стоит. Посетители Тринити хором спели «День Победы». Концерт с песней «К Победе» в преддверии 9 мая прошел в торгово-развлекательном комплексе. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. В рамках концерта преподаватели и студенты музыкального колледжа исполнили песни военных лет. Такую знакомую Катюшу, Смуглянку и, конечно, День Победы. К акции присоединились посетители торгово-развлекательного комплекса. Очень порадовало нас, как организаторов, что к этой акции присоединились и маленькие детки со своими родителями. Оказалось, что и они знают эти великие песни. И люди старшего поколения пришли для того, чтобы еще раз убедить всех нас в великой, целительной и могучей силе победной песни. Гродницы со слезами на глазах исполняли песни военных лет. Акция в очередной раз напомнила горожанам о важности сохранения исторической памяти, о подвиге героев и борьбе наших дедов и прадедов за мирное небо над головой. Грация и изящество с раннего возраста. В Гродно прошел международный турнир по художественной гимнастике в рамках 17-го турнира «Белые росы». В нем приняли участие юные спортсмены из трех стран. Со всех регионов в Беларуси есть участники из России, а также из Казахстана. Всего в соревнованиях приняли участие 205 человек. Упражнения на гибкость, ловкость и выносливость с элементами акробатики и хореографии – все это художественная гимнастика. В программе каждого участника уникальный набор пластичных движений, где под контролем каждая мышца в организме маленьких спортсменок. «Сейчас современным детям не хватает именно этого преодоления. Жизнь-то все сложнее и сложнее становится. А мы их немножко бережем, страхуем от каких-то трудностей, от каких-то неурядиц. И я считаю, что спорт – это прежде всего закалка характера, какое-то преодоление своего «не хочу», своей лени, какой-то неуверенности в себе. Попробуйте вот так выйти на обозрение всех зрителей и судей. Это тоже преодоление себя, это тоже воспитание характера. Не каждый выйдет на сцену и может себя показать. Поэтому я, например, горжусь этими детьми, которые занимаются и свое детство посвящают спору. Они могут не стать великими чемпионами, они станут очень хорошими людьми. Природные данные, ежедневные тренировки, упорная работа над собой, своим телом и, конечно, неистовое желание стать чемпионом – все это заставляет сотни юных гимнасток выходить на ковер, чтобы показать, чего они сумели добиться. Поддержка сокомандиков на самых сложных элементах заставляет забыть о конкуренции и сосредоточиться исключительно на выступлении, ведь многие гимнастки пришли в этот спорт, исключительно влюбившись в него в раннем возрасте. Я смотрела ролики про гимнастику, я с вами просто записывала твои лица. То есть ты сама уже начинала делать какие-то фигуры, элементы, да? А потом, как получилось, что ты обзавелась тренером? Ну, я просто попросила маму, чтобы она отбила меня на гимнастику. Соревнования длились несколько дней. Выступали спортсменки в двух номинациях – группах категории А и Б, в зависимости от возраста. От шести до шестнадцати лет лучших отметили медалями и кубками. Некоторые за своими трофеями приехали издалека. Я приехала из Казахстана, из города Астана. Увлекаюсь гимнастикой, потому что очень красивый, очень грациозный вид спорта, очень нравится, очень интересный, очень сложный, координационный. Все виды очень разнообразные. Например, под ленточку у меня японская музыка, под обручь вообще классическая, а под булавой – корейская. И очень интересная постановка, очень интересные программы. Битва за финал. Уже в эту среду, 8 мая, в 20.45 состоится матч полуфинала Кубка Беларуси. Неман, Динамо, Минск. Вход свободный. Приходите поддержать любимую команду на домашней арене. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова